матерей ну про эстония собственно говоря чемпионы ссср 71 75 года николай севастьянов в общем красноярский гонщик 11-кратный чемпионы ссср 59 по 68 год 5 на этапе чемпионата мира в 62 году анатолий сибирцев 7-кратный чемпионы ссср по кроссу и шоссе на кольцевых гонка причем как водитель так и колясочный июня борис дмитриевич 12-кратный чемпионы ссср по шоссе на кольцевых мотогонка в 60-го года на востоках и так процедура старта у класса стокопа упрощена и сейчас мы фактически старт увидим стартовая решетка выйдет у нас напрямую и состоится старт гонки 14 кругов класс стокоп он фактически вторая гонка и так safety car уходит в сторону пошло и так руслан теми же в 71 стартовый номер захватил лидерство на втором месте девяносто восьмой номер михаил шумилин из санкт-петербурга на третьем месте 13-го денис гулин москва руслан теми же поведен квалификации вчерашний он на седьмом месте у нас был в прошлом году а в классе стокопа в этом году темижев у нас на втором месте у него 12 очков после состоявшегося этапа в казани 71 номер руслан теми же пилотирует кавасаки на втором месте девяносто восьмой номер михаил шумилин спортивный глупо снежный мотоспорт санкт-петербург 14 в прошлом году в классе стокопа 2 кстати на первенстве санкт-петербурга в классе суперспорт у нас там он проводился но еще интересного дисциплина была вот сейчас кстати его там обходят это гонки на у нас он рекорд смену на страны 208 как метров на второе место вышел гулин стартовый номер 13 денис гулин москва в общем-то про он прошел у нас ленинградского гонщика на четвертом месте 18 стартовый номер артем федосеев участник тоже прошлогоднего стокопа филиппов отыграл например прим и тищенки спортсмены кто-то уже похоже сходит у нас похоже на скотт грешаков наверно так как он еще линии финиша не пересек 71 номер теми же в 13 пятерка быстрейших гонщиков класса стокопа разбикий 2014 теми же фаверина лидирует на предыдущем круге разрыва две секунды сейчас такое впечатление что он увеличился 25 шумилин 4 7 проигрывает федосеев минут федосеев больше уже чем теми же минута 18 785 на полная секунды сразу область привстал на заднее колесо филипп их парк есть филиппов в общем-то все улучшили свои круги сейчас но это времена такие достаточно скромные если судить по меркам суперцорта и супербайка и межах заканчивает очередной круг третий уходит на 4 ваш шумилин медленнее от лидера данной кулина мавлянов на этом круге отыграл позицию у нас мавлянов на девятое место перебрался и так снизу первый номер теми же в тринадцатый гулин 98 шумилин 18 до 7 и семерка катуша пятерка быстрейших гонщиков класс 100 копан пятом круге разбитки 2014 да гречаков сошел у нас 44 номер к сожалению проблемы с мотоциклом похоже возникли ну а у руслана теми же в общем то проблем особых нет я думаю что достигло 4 секунд у нас просвет сейчас она электроника подскажешь сколько на самом деле 45 на 455 7 и 7 проигрывает шумилин 8 и 3 фитасиев так сэпидекар у нас показывает видимо падение судей главный судья принял решение решил собственно говоря выпустит сэпидекар автомобиль безопасно чтоб собрать пилоток гонщиков и убрать убрать мотоцикл упавшего спортсмена с трассы похоже дубинин гербану наш шестьдесят шестой номер упал ну гонка как бы продолжается просто у нас сэпидекар соберет сейчас пилотон спортсменов обгоны запрещены в общем привод пока не уберут мотоцикл спортсмены с трассы то гонка будет продолжена рестарт напомню что сэпидекар вот это купе великолепная пижо представлена компания пижо центра афонина автолига компания так теми же гуля ну сейчас соответственно упали разрывы и на рестарте надо очень сильно не зевать чтобы не чтобы не упустить позицию не потерять ее на а а а а а а а а а ну как я слышу по технической связи с пилотом все нормально он упал в районе двенадцатого кп и И сейчас эвакуаторы, в общем-то, уберут мотоцикл. И мы продолжим заезд в боевом режиме. И так очередной круг, собственно говоря, шестой круг заканчивает спортсмены в режиме сэфики. Темиджев лидирует, но мы видим, что у нас Гулин его догнал. Вот сейчас под сцепью Тикара между теми же Гулиным, 71 и 13 номером, был 389 тысячных секунды. И третий призер на секунду отстал. Но это вот режим такого, конечно, маленьких скоростей. Так, мотоцикл. Мотоцикл отвезли, но там, похоже, то ли масло, то ли что-то на трассе осталось. Или какие-то детали от мотоцикла. Но вот как бы сейчас сцепедикар пока не убирают. Вообще вот падение, падение, конечно, в кольцевых гонках, оно гораздо дороже, чем падение в мотокроссе, в эндуро, других дисциплинах. Хотя там тоже можно руль отломить или что-то, но скорости не такие высокие и глобальных каких-то на мотоцикле потерь, в общем-то, ну, мы редко это видим. А в кольцевых гонках, безусловно, конечно, на асфальте, как сам спортсмен страдает, так и мотоцикл тоже подвергается серьезной опасности и серьезному риску. И так у нас потери из 19 спортсменов стартовавших, двое уже у нас на дистанции 66 номер Дубинин, мотоцикл которого преодолел у нас и тачек отбился, что он на Петлане. И 44 номер Гришаков сошел в самом начале заезда. Итак, цифры Тикар тушат маяки у нас, маячки проблесковые. Нет, не тушим опять отмена. Проблема в том, что что-то на трассе осталось у нас, мы не видим просто отсюда. С цифры Тикар остается на трассе еще как минимум на один круг. А тем не менее, девятый круг пошел из 14, 5 кругов. 5 кругов. Это, в общем, немного останется на разборке спортсменов. Но с другой стороны, у нас резина будет сэкономлена. Не так гонщики устанут под задами заезда. Это, наверное, неплохо для любителей. Продолжение следует... И так, наконец-то, долгожданный момент рестата наступает. Вот на этом круге сейчас сэкономер потушит маячки. И будет рестат громкий класс из 100 КОПа. Потушил маячки с Эфетикар Пежо от автосалона уходит в сторону. Рестат пемежев сохраняет лидерство. Пемежев сохраняет лидерство. Итак, сервис первый номер темежев, 13-й Гулин, 98-й Шумилин, 18-й Федосеев и 7-ка Катушев. На рестарте все удалось сохранить лидерство и свои позиции. И, в общем-то, сейчас десятый круг из 14 идет. Еще с одной стороны есть время побороться, с другой стороны его не так и много. И так очередной. Другой круг, десятый заканчивают гонщики, пемежев лидирует. Ну и просветы, в общем-то, у всех есть более-менее. Так, Руслан пересекает линию финиша. Гулин, Шумилин, Федосеев, Катушев. Гулин на секунду отстает. Секунду до Гулин, Шумилин на 2,2. Остает Федосеев на 2,86. Катушев на 4,4. Филиппов прошел Конева на этом круге. Уже ему здесь обгоны разрешены. Третий номер вышел на 6-е место. На 4-м месте 18-го Артем Федосеев. Москва, 16-й был в прошлом году. Молодой парень, 24 года ему. На 6-м месте Павел Филиппов. Третий стартовый номер. Мытища, Московская область. Там достаточно много в Королеве мытища. Филиппов в основном всех кроссов занимаются, кроме у нас Павла. Итак, смена лидера. Смена лидера теми же где-то ошибся у нас. Похоже, Гулин вперед выпустил. Обидно. 12 кругов из 14. Пролидировал почти всю гонку. Практически под пейсгаром. В общем-то, Руслан теми же теряет позицию. Денис Гулин. 13-й номер выходит вперед. Денис Гулин сейчас на 3-м месте. 9 очков после первого этапа. И он стремительно стремится набрать большее количество. 98-й стартовый номер на 3-м месте. Так и сохранился Шумилин. Ну и, собственно, Филиппов здесь еще в позицию. Отыграл на 5-м место. Павел переместился. Маркин отыграл позицию. Олег Маркин из Болгина переместился на 6-е место. Конев потерял места. Гатушев Александр, собственно, вот он здорово потерял. Нижегородский спортсмен опустился вниз. Пелотона на 15-е место. Всего 17 гонщиков продолжают заезд. Идет 12-й круг из 14-ти. Итак, вот они, парни. Лучше круг конки, кстати говоря, у нас, у теми же, в минуту 18-4-72. Он был давно на третьем круге. Сейчас он шел в минуту... Гулин минута 18-6. Ну и Шумилин, Китасеев лучшие круги свои подставили. Просто они медленнее, чем у конкурентов. Итак, борьба за лидерство. Гулин теми же. 302 тысячи с тысячных секундой было на финише. Очень плотно тоже. Борьба у класса сток-опен. Очень зрелищная. 13-й номер Гулин, 71-й теми же, 98-й Китасеев, и 3-й номер Филиппов. Пятерка быстрейших гонщиков. Класса сток-опен. Этап RSBK International 2014. 13-й круг из 14-й идет, подходит к концу заездом. Получился, ну, с одной стороны, драматичный. То есть смена лидера мы видели. Падение видели. И все видели. И так уходит у нас Гулин лидером на последний круг. Просвет 4 десятки. Просвет 4 десятки. Но это вопрос не верюшему кругу, что тупит компьютер. Сейчас мы посмотрим, что по этому было. 46 соток. Чуть-чуть он увеличил. Шумилин на 3 отстает. Федосеев на 4,7. Филиппов на 10 секунд. Так Гулин, Темижев, Шумилин, Федосеев, Филиппов. Между прочим, Гулин лучший круг. Минута 17, 513. Темижев тоже лучший для себя круг. Минута 17, 671. То есть силы сохранились. Резину сохранили. Во многом благодаря тому, что за сэфидикаром ездили. Так Гатту близится финиш. Близится финиш. Заезда класса стоп-опен. Этапа Резбеки Интернешнл. И вот они. Темижеву не удалось. Не удалось. Это Гулин, Денис. Гулин, Денис отыгрывает позицию. Теми же второй. Шумилин третий. Питерский гонщик. Филиппов на 4-й. Итак, на пятом месте Павел Филиппов. На шестом Дмитрий Кунев. На седьмом 52-й номер Олег Маркет. На восьмом Бетничка Греб Кольцов. На девятом Ефим Мавлянов. Десятку Затков Сергей Беляков. 53-й номер Подольц. 11 место 80-й номер Ковалевский. 12-й девятка Отмахов. 13-й седьмой номер Катушев. Знаменский. Короче, 17 гонщиков из 19-й стартовавших. Финишировали в заезде класса стоп-опен. Нас ждет процедура награждения. Субтитры сделал DimaTorzok. Спортсмены покидают трассу. Нас ждет процедура награждения. Машут руками зрителям. Ну, зрителей, положа руку на сердце, конечно, меньше, чем в супербайке, суперспорте. Но остались самые-самые поклонники. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Санкт-Петербург. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Заезда, но в конце что-то случилось. И победу на этапе одержал Денис Гулин. Старт номер 13, Москва. Ну и пунктные продолжительные аплодисменты. Денис Гулин, Руслан Демежев, Михаил Шумилин. Денис Гулин. Сто копы. Фотосессия. Ну и традиционная шампанское. Итак, сейчас у нас организаторы предподрешения по Endurance по гонке команды гонки Endurance. То есть что сейчас будет, не будет она, сколько экипажей заявилось. Поэтому такая небольшая пауза. Пока можете посетить картин бесплатный, прокатный. Можете посетить детскую площадочку и вообще подкрепиться в кафе и других местах на гостеприимной трассе The Dream. Руслан Демежев, я еду по лесу. Давай!